друзья всем доброе утро сегодня михалыча за завтраком попросила я говорю ну поздоровайся ты хотя бы доброе утро пожелай нашим подписчикам зрителям нет ну стесняется парень стесняется ладно я вам скажу доброе утро и начинаем новый день у меня сегодня тыква так как у меня духовка не рабочая то я тыкву попробую сделать в мультиварке запечь очень хочу тыкву и вот так ее сделала масло налила немножко чтобы не прилипало вдруг прилипнет хотя тефлоновая ой у меня керамика покрыта тефлоном по моему так мультиварка так попробуем входит о замечательно входит и вот теперь вот думаю то ли сахар туда посыпать то ли мед я наверно сахаром посыплю а когда уже кушать будем то медом польем правильно потому что мед он при температуре вообще потеряется и свойства только что аромат останется и все ладно сахаром сейчас присыплю немножко и поставлю на выпечку мне михалыч не очень кстати любит тыкву а я люблю и вообще все оранжевое люблю апельсины тыквы морковку что там еще мандарины все яркое веселые позитивные так ну и выпекать наверно буду минут 35 не больше и потом скажу как получится мультиварки тыкачка слышите шкварчит я основной тыку порезала морозилку вот это просто в холодильник положу что-нибудь еще приготовлю и сок подавим еще топьем теперь про кошечку наша мусинка говорят на тебе не докармливаем да нет мои дорогие кошка очень упитанная даже хочу сказать что прям повышенную ее вес ой какая она шелковая стала после помышки в общем так в 6 утра встаю первое это кто у нас есть эта кошка естественно кошка до поела и все вообще и кормлю два раза в день я там писала в комментариях но теперь всем объясню а то но реальные наезды что мы тут эти звери не кормим ее нет дело в том что кошку нужно приучать к порядку когда люди едят чтобы она не лезла есть кошки не воспитанные которые могут и покушать до того как люди едят и все равно лезут потому что там вкусненький пахнут лезут орут кричат у нас такого нету кошка сидит спокойно ждет она не мяукает не кричит она просто сидит возле своей тарелки я кормлю два раза в день всего а вот в обед как вчера вот я показывала в обед если что-то остается со стола то после обеда уже я и там кусочек мяса допустим могу положить либо там картошечка останется либо супчик я туда доливаю ей и она сидит ждет она не мяукает не лезет но первое время она даже к михалычу на колени садилась запрыгивала когда он ест и лезла на стол ну так нельзя обижать ее не хочется но видимо ее так приучили она же взрослая кошка уже со своим характером поэтому мы ее постепенно так отучаем она не плачет она не кричит она не голодная утром да она прям радостно бежит в тарелке когда я просыпаюсь она бежит сразу я это понимаю она реально она упитана очень кошка если там кто-то написал что корм должен постоянно лежать в тарелке 1 его постоянно на его съесть сразу хоть сколько и насыпь поэтому не надо ее раскармливать пусть она у нас будет здоровенькая активная мусинька я я правильно говорю да моя хорошая правда такая шелковая стала шерстка после помывки вот и все что осталось от зимы такое солнце сегодня яркое и снег куда девался интересно до какого момента листья будут на деревьях зелененькие пока смотрите все зелено ну кроме ореха до так кисом ты толстяк на солнышке лежит загорает наконец-то играть стала то вообще не играла видимо теперь только освоилась скажи меня просто помоет надо было да и силу а мы не мыли думали в квартире живет че мы помыли правда такая шелковистая стала кажется только усищи какие а усищи какие ну вот 35 минут меня пропеклась дыни дыни тыква с проверим до мягонько даже может быть можно было и меньше ее пропекать все и сейчас я достану остынет и поле медом попробую михалыч предложить не знаю не любит он совсем но дома у них тыку не варили никогда а у нас она была отец сильно не любит уважает говорит после войны это как самая горит лакомство было свекла до тыква правда же кто-то поколение те знают ценность таким продуктом на вот у михалыча не было тыква ну может они потому что на севере красноярского края жили там тыква не росла может поэтому и не было такого лакомства не росло хотя мама у них выращивала помидоры клубнику помидоры в теплицах у них росли ну тыква не было ну вот как я и предполагала и знала михалыч отказался он говорит фу говорит мне как даже воняет это все не буду и я говорю слушай ну точно у вас дома не росла жанна думаю я под зря говорю просто ты может быть не нет нет вообще не было и в огороде никогда будет не варили и не ели и он говорит что мама это еще то кулинар было борщи и блины ну пирожки все разнообразие вообще никакого не было может он так утрирует конечно но вот он так говорит и говорит когда я впервые в жизни говорит попробовал сало в общежитии все едят а мне гаташу но тошнило от него не могут не вид принять не вкус а сейчас есть за милую душу я так может давай грыз тыквой поэкспериментирован нет точно не буду вот а я половинку умяла уже ну и половинку чуть меньше вкусно не то что вкусно ну я понимаю что это полезно поэтому и ем а вот он не хочет зря ладно мне больше достанется ну расскажи про печку все непонятно не понятно было понятно тресешь колосники зала вниз высыпается непонятно вот ковыряю чтобы воздух поступил к углу понятно что воздух будет они разгорятся но самое главное здесь нельзя температуру регулировать вот этот минус большой правда же а то вот пишут говорят ну угля поменьше кладите так она погаснет да и все постоянно чтобы горение было да в общем топим жарко и проветриваем и все вот такой выход для себя больше вариантов нет почему вчера вот вы вышли на нормальный такой режим да вчера батарея у меня комнаты было около 40 градусов и дом было тепло не жарко но тепло а сегодня просто гаснет в печи воздух ей хватает задыхается я думаю что мы еще приноровимся ты приноровишься я вообще туда не лезу я помню нашу печку ты мне года два учил как правильно чтоб не перекала не было чтоб не гасло безуспешно ну чё безуспешно я хорошо топила не обманывай вот я думаю что вот здесь какой-то какая-то крутилка есть регулировать по температуре здесь есть крутилка но не по температуре а просто ты можешь больше открыть прикрыть или меньше все на это вторая крутилка есть это вот здесь дымоход либо перекрыть либо напрямую сейчас она напрямую надеюсь что разгорится как разгорится я опять буду все перекрывать вот тубу печку да вот как у нас котел сюда на чуть-чуть поставил на 30 градусов на 40 и все вода чтоб было и забыл про нее на сутки ну два раза в день все равно на сутки мало не если она сильно мало бы шаева а вот какая-то температура что-то есть и сказали не работает у нас сломано а сломано 100 градусов все кипим взлетаем он сломался когда перекалили печку ну у нас тоже не перекал был с тобой но что-то там бурлило да у нас бурлило даже приходилось сливать когда ты умеешь не 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 я про эти про этот дом а да было же два дня воздух булькал после этого я включил насос чтобы он посильнее перегонял когда воздух не задерживается где он как попадает в систему непонятно он его перестанет раздушить ну в общем при норове он все главное что тепло ну как молотком да мы с этим знакомы потому что у нас в старом при старом отоплении металлическом такие случаи тоже стучало в момент когда топить начинаешь стучало сильно ну ладно главное тепло ты мне кочегар супер у нас время обеда сух гороховый на курочке и скобосой жареный и вот достала еще икру кабачковую с хлебушком поедим всем приятного аппетита у нас то ли система закипела то ли что в батареях такое бульканье в печи тоже Михаила сейчас полезет на крышу на чердак посмотрит там бак может быть он пустой уже залить там надо воду ты может обуешься Саш нормально а то потом слазить как будешь что воды нести? да воды принести? там вроде есть маленькая вода ну а ее маленько надо или больше? наверное больше давай принесу а? я смотрю вот здесь вода и там пускай не есть а надо просто открыть а поди горячий да? ох как неудобно то там да уж ты вылазишь? царские палаты у нас там как было хорошо подожди а мне слазить да? тебе слазить а тебе? и мне слазить ой я боюсь слушай залазить не так страшно как слазить ой чуть не улетела ведь давай едут задом слазь вообще непонятно каким задом 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 просто кто-то много ел слишком много ел ой аккуратно папа а ты еще в сланцах хотел попасть туда сейчас забуксовал все в ванной комнате я кран открыла да я рассказываю кран открыла и запустили в систему воды добавили а Михалыч мне кричал чтобы я стоп стоп делала так а я может тебе инструменты заберу сначала что? что? инструменты давай заберу ой а шуруповерт мимо куда ног ставишь ты еще толстую куртку такую надел ну такие узкие двери делается серега худенький не знаю Михалыч прожил тут два с половиной месяца и спрашиваю о а это что за кондиционер такой первый раз увидел говорили тебе надо с молотком бегать по огороду уже давно вот так мы теперь остужаем дом все открыли и тут открыто окно и здесь открыто тут не настиж тут я сижу чтобы совсем не продала батареи реально задеть очень горячий вот так вот привыкаем к этому котлу это как мы на Алтае жили новый котел и я реально я два года не могла с ним справиться там много всяких было прибамбасов и я не могла понять суть как он работает но вот уже перед отъездом я уже все знала досконально а теперь вот к этому котлу надо привыкать просто как он работает всю эту систему там по-моему мы сейчас бы закрыли бы все это перекрыли доступ воздуха а здесь даже без воздуха и вот он закипел а у нас вот такое солнце опять ясное красивые красивые закаты но теперь добрый вечер мои хорошие спасибо всем за благодарность в виде аплодисментов подпеваний мои песни я пела первый раз без репетиции но песню это очень люблю и тем более пела по караоке включила там минусовка и текст идет и вот так вот я вам пела немножко где-то там сложала в трех местах потом когда прослушивала то поняла что да где-то нотку не там взяла ну да ладно спасибо всем огромное кому я принесла радость этой песней я рада что так получилось многие написали очень приятные слова что-то их любимые песни или там кто-то пел папа там или мама эту песню эх хорошие били песни правда же ладно не будем грустить в позапрошлом видео одна из зрителей заметила что Александр Михайлович уважает Филатова еще как уважает сейчас вам расскажу это было 80 какой-то год как раз Филатов только по телевизору выступил со своим стихотворением про Федота Стрельца удалого молодца Михайлович работал в школе у него классного руководства не было он только информатику вел математику и пение музыку а тут перед новым годом однако я ему предложила а давай говорю вы поставите спектакль с ребятишками с одиннадцатиклассниками именно про Федота Стрельца то есть тогда как раз вот этот популярный такой стих был перестройка тема такая была прям актуальная его стихотворение ну и Михайлович говорит а почему бы и нет собрал ребятишек желающих и действительно такой спектакль поставили ну естественно Михайлович был царем больше некому было но царь был прикольный я ему корону сделала а он еще худой был фотографии же видели да вот где с усами он корона вот так на бекрине у него была вот так носок ему специально прорезала дырявый на большом пальце то он в носу ковырял сидел на троне прямо так ногу задерет там то ногу поднимет и в носке ковыряет эту дырку а сам декламирует например когда посол приехал к царю а он еще знаете таким этим я сейчас попробую передать конечно его интонации вызывает интерес воспитательный процесс ваш питательный процесс как у вас там пьют какаву с сахарином алибез там все ухахатывались это было что-то вообще-то надо было снимать но тогда видео не снимали вот поэтому кстати недавно перед отъездом я кириллке это стихотворение есть ролики много роликов с федотом стрельцом и кириллке ему очень понравился сам стих в этот юмор он очень тонко понял и вот Михалыч нет-нет да и вот эти вот фразы стихотворения четверостиши он мне там бывает декламирует к нам на утренний рассол прибыл ангельский посол а у нас в дому закуски пол горбушки домосол снаряжайся братец в путь да съестного нам добыть это у меня когда в магазин снаряжает это он так вот рассказывает и стих он этот рассказывал полностью я имею ввиду что запомнила его вот поэтому такая вот история с 90-х годов 89 наверное год был да примерно вот такое время потом я уже с ребятишками тоже с одиннадцатиклассниками своими тоже эту сказку ставил но там уже было не то у нас не было такого колоритного царя как Михалыч был ученик он конечно достойно свою роль отыграл а я была бабкой игой ну а кем бы я еще могла там быть не Марусей же и не голубицей ну тоже интересно было да но это было уже не то все таки тогда Михалыч они фурор произвели а мы уже лет через пять наверное повторили но не то не то пальто ладно на сегодня все нам сегодня нечего показывать опять мы ничего не делали но практически всем до новых встреч до завтра завтра я поеду в город по делам немножко город поснимаем хорошо пока пока вам покажу